Это оборудование предназначено для цифрового вещания. Его приобрели для магистральных телевизионных сетей АШ. Работы ведутся согласно графику. Специалисты говорят, что с началом цифрового вещания даже отдаленные села области смогут смотреть до 20 каналов, причем качественную картинку. «Сейчас в Лейлеке люди могут смотреть только ОТРК, первый канал, телеканал Россия. А когда мы перейдем на цифру, то можно будет смотреть 20 каналов, и проблема влияния телевидения соседних стран была бы решена». Медиаэксперты говорят, что прежде чем переходить на цифровое вещание, нужно подумать об информационной безопасности. Местные телеканалы будут 100% своего эфира заполнять собственным контентом. «Вот некоторые каналы не могут заполнить свой эфир собственной продукцией, подключают иностранные. Когда перейдем на цифру, нужно все делать самим. Вот тогда и будет обеспечена информационная безопасность». Сейчас, особенно в приграничных зонах, ловят сигналы нескольких каналов соседних стран. А когда будет цифровое телевидение, то это число может увеличиться во много раз, говорят медиаэксперты. По их словам, не предпринимаются меры по обеспечению информационной безопасности. «После 2015 года фактически мы даем возможность соседним странам увеличить количество своих каналов. Лично я не вижу, чтобы государство предпринимало упреждающие меры по обеспечению безопасности». Сейчас телеканалы Аша заняты тем, что обновляют свою технику, готовятся к 2015 году. Но их сейчас заботит, каким образом заполнить 19 часов эфира материалами собственного производства. Демира Базарбаева, Канат Канеметов, Общественный Первый канал.